Народные депутаты Народные депутаты Ага, тогда давайте мы с него начнем Знаете, во время этой предвыборной кампании, которая уже подходит к концу Для меня становится абсолютно очевидным, что большинство тех проблем, о которых говорят сегодня политики, не являются основными Они все говорят о последствиях того, что на самом деле происходит в обществе Это слабая экономика, это низкие тарифы, низкие зарплаты, низкая социальная защищенность и так далее На мой взгляд, одна из самых основных проблем, с которой я реально столкнулся сегодня, слушая людей, потенциальных избирателей, производственников, жителей Малиновского района, коллег своих и так далее Это абсолютное неверие в то, во многое вернее из того, что звучит с экранов телевизора Неверие в пустые голословные обещания Но я сразу говорю, это не касается, уважаемые телезрители, это не касается седьмого канала То, что звучит с нашего эфира, всегда имеет отношение к правде Да, это касается тех людей, которые это произносят И, на мой взгляд, эту ситуацию нужно в корне изменить Нужно более ответственно людям относиться к тому, что они вещают Имея харизму, имея возможность объявлять свое мнение большому количеству людей Необходимо более ответственно относиться к своим обещаниям Именно поэтому в своих встречах я всегда пытаюсь уходить от тех обещаний, которые я не могу выполнить И говорить только о том, о чем я понимаю О том, что конкретно, на мой взгляд, может привести к улучшению экономической ситуации в стране Это опять будет... Я вам сейчас скажу, что прозвучит Надо менять систему Нужно бороться с коррупцией Нужно бороться с Ольга и прочее Или нет? Или у вас есть что-то кроме этих тезисов? Вы знаете, я бы сузил на самом деле Давайте Ну, во-первых, все, что вы произнесли на самом деле имеет место Конечно, с этим необходимо бороться Но только, вы знаете, я бы здесь говорил об этом без иронии на самом деле Потому что это реальная катастрофа в стране сегодня Посмотрите, что происходит Страна в войне Моя ирония касается штампов и общих мест, которые звучат в студии Я прошу конкретики Люди говорят правильно Люди говорят правильно Но я бы, исходя из того, что знаю я, где работаю я Сузил эти обещания В конце концов, я не обещаю Я предлагаю В случае, если такой механизм, который мы предлагаем Будет осуществлен При наличии политической воли При том, что Верховный Совет проголосует за те предложения, которые мы предлагаем На мой взгляд, это даст серьезный прорыв в экономике, в частности, в портовой отрасли Прежде чем говорить о тех предложениях, о которых вы хотите, чтобы проголосовал парламент Вы сначала снимите интригу А то у наших телезрителей просто уже сил нет дождаться Потому что вы говорите, зная Исходя из того, что я знаю Там, где я работаю Где вы работаете? Я руководитель администрации Одесского морского порта Я работаю в морской отрасли всю свою жизнь Пятый год я работаю в Одесском порту И параллельно преподаю в морской академии Я являюсь кандидатом наук Более-менее представляю проблемы и в образовательной сфере Ну, о чем не хотел бы говорить сейчас Поэтому в портовой сфере Я и мои коллеги Мы понимаем, что необходимо сделать И у меня на руках есть реально Есть предложение для изменения тех законов Которые сегодня практически блокируют развитие портовой отрасли Ввиду того, что они просто устарели Итак, фронт ЗМИН пропонуя Относительно портовой отрасли Первое Я уже говорил в этой студии О том, что первое, что мы предлагаем Это децентрализацию принятия решений То есть это слово, которое сейчас везде звучит Но на самом деле оно подразумевает под собой достаточно простые вещи Когда тот или иной договор, например, инвестиционный Не должен, на мой взгляд, согласовываться кабинетом министров Каждый договор При этом необходимо получить согласие и Минфина, и Минэкономики Данный механизм делает, вернее, наличие притока инвестиций практически невозможным Блокирует Так де-факто и происходит, потому что за последние 4 года Ни одного и нового инвестиционного договора В портовой отрасли заключено не было Наряду с передачей больших полномочий на места Хочется говорить, конечно, и об упрощении процедур Это и унификации регуляции земельных отношений в портах Для того, чтобы земля просто и прозрачно оформлялась При этом был осуществлен достаточный контроль над тем, что она находится в государственной собственности Это упрощение технологических различных процессов Разрешительных процессов и так далее и тому подобное Большое перечень предложений Что касается самого порта технического оснащения Почему болгарские черноморские порты выигрывают у нас? Они выигрывают, кстати? Нет А какая статистика? Статистика в нашу пользу Но, вы знаете, у нас немножко разная логистика Я бы не сравнивал, например, порты черноморского бассейна, украинские С соседними портами Я бы сравнивал наши порты с теми, какими они могли бы быть Если бы, во-первых, экономика другая Порты, в конце концов, это всего лишь механизм, который обслуживает внешнеэкономическую деятельность государства Я начал вопрос с того, что мы проигрываем по загруженности портов соседним государствам Потому что у нас товаропоток упал за этот год Вы же сами сказали о том, что он упал И я просто помню Это, правда, были кризисные С 2008 по 2010 год Это падение было до 80% Ну, как раз кризис, понятно Но при этом, почему-то Болгария позволяла себе иметь долю Я сейчас вам скажу точно Если у нас было падение 80, у них около 50% То есть есть разница в 30% Поэтому, ну, сейчас, может, и изменилось что-то Ну, коль вы так говорите Но при этом у нас за год все-таки товарооборот упал в порту Что сейчас, кроме вот этих изменений по дезентрализации Ну, пока это все начнется, пока это все дойдет, пройдет время Что можно сделать оперативно, чтобы уже сейчас, завтрашнего дня Начался подъем грузооборот Или нет таких вариантов Будем ждать Ну, конечно, есть Ну, слишком много факторов для того, чтобы об этом говорить В первую очередь в стране должен быть мир Должен воцариться мир Это первое условие Когда возобновят свою работу И начнут подписывать новые контракты Либо возобновлять действующие контракты Частные и государственные корпорации И пойдет товарообмен Когда наладится экспорт, импорт Ну, тогда порты, конечно, и начнут работать Ну, нельзя сравнивать, на самом деле По ряду критериев украинскую экономику с Болгарской Во-первых, она больше Украина больше, все-таки крупная страна 43 миллиона населения у нас сегодня Наверное, не экономика, а порты И Болгария больше интегрирована в европейское сообщество Чего хотелось бы, конечно, в итоге увидеть Поэтому необходимо сравнивать с тем, какими мы могли бы быть А я считаю, что Украина прекрасное будущее С витуальной реальностью нельзя сравнить А какими мы могли бы быть? Я считаю То есть мы превосходили бы Болгарию Я считаю себя, тех коллег, с которыми я работаю Тех людей, которых я вижу Одесситов, украинцев Ничем не хуже, чем по менталитету Чем жители Восточной Европы И... Ну, все-таки чего-то нам... Я тоже Нам чего-то не хватает Для того, чтобы жить нормально Для того, чтобы жить спокойно И не настолько быть политически зависимыми Это неправильно Но при этом Нам ведь не только ментально чего-то не хватает Нам не хватает Ну, на мой взгляд Не хватает структурно И структура здесь Когда речь идет о структуре Это не только экономическая структура Не только политическая, а социальная Прежде всего И когда вы вот начали свой спич В программе Исходя из того, с чем вы сталкиваетесь С беседой с людьми Вот этот тезис как бы звучал так вообще Так вот, социальная направленность Структурированности нашего общества Ну, это вот... Нет, не так Структурированность нашего общества Она зависит, прежде всего Правильная структурированность От наших, ну, патриотических стремлений А они здесь, в регионе Они тоже пока, ну, сыроватые Правда? Фронт Змин Видит какую-то конкретную задачу Которую можно было бы решить Ликвидировав вот эту вот сыроватость Одесского региона в патриотическом смысле И как, если видит? Я не согласен с вами, вы знаете Мне кажется, нет Скажите Нет сыроватости Исходя из того, что знаю я Одессит я в пятом поколении Я прекрасно понимаю, какие Ну, со своей точки зрения Как и любой другой житель города Понимает настроения, которые царят в городе Нет у нас с этим проблем С патриотичностью у одесситов Проблем никаких нет Вот если шатнуть тему памятника Я ее не шатаю Но говорю, если шатнуть Например, Екатерина II И когда речь не идет о эстетике О каких-то исторических моментах О предпочтениях людей Персональных Царицы Я не знаю Контекстуальных В связи с происходящим в стране И в соседнем государстве И вы посмотрите Сколько будет за этот памятник А сколько против А вы, кстати За то, чтобы Екатерина II Стояла у нас в Одессе Лично я за Вот видите Знаете, я вам предлагаю Лучше поговорить по делу В какой части Давайте Учитывая, что все-таки Возможности выступить Перед одесситами не так много Я бы все-таки хотел сказать о том Что считаю важным В части текущей предвыборной кампании В части наведения порядка в экономике Наряду с неверием людей Что считаю проблемой номер один Я бы еще озвучил бы то Что особенно губительно для экономики А именно о реформировании экономики Я хотел бы говорить И в предвыборной кампании И потом в своей работе Где бы я ни оказался Это кадровая чехрада На мой взгляд Ни в коем случае нельзя Нельзя постоянно менять людей Особенно людей Которые отвечают за какой-то Определенный большой участок Либо производства Либо экономики Либо это структурное Крупное подразделение Государственной какой-то структуры Если останавливаться На профессионалах Не ставить их под такой удар В зависимости от политических решений И оставлять их на местах 5, 7, 10 лет И спрашивать с этого человека Он должен попадать Под правильный контроль Естественно На мой взгляд Результат был бы Кардинально другим Во всех отраслях экономики Правильно ли я понимаю Что фронт ЗМИН Не хочет иллюстрации В том виде В котором ее предлагают Мне задают этот вопрос Это исходя из вашего ответа Мой ответ По поводу закона иллюстрации Может звучать одним только образом Если человека оставлять Вы говорите Нельзя менять Нельзя менять В зависимости от политических предпочтений Но мы же знаем Что иллюстрация Это прежде всего Очищение власти По политическому признаку Смотрите Те люди Которые пришли заново Сегодня Работать в отрасль За последние Ну скажем Менее года Они под этот закон В большинстве своем Не попадают Кроме того Я бы этот закон Не обсуждал Почему? Потому что есть в стране Законодательный орган Это парламент Есть президент Который закон подписал Это закон Давайте быть европейскими Законопослушными гражданами И законы Вновь тем более приняты Только сейчас Которые не требуют Пока на данный момент Изменений Не обсуждать Это закон Я говорю в целом О подходе О той прослойке Менеджеров Которая не попадает Под этот закон Потому что закон Все-таки касается Более-менее политических фигур Таких никто не увольняет Разве у нас есть примеры По политическим признакам Те, кто не попадает Под иллюстрацию У нас очень множество примеров В различных инспекциях Есть это? Вот конкретно В порту Одесский порт Им выгодно И отличался всегда Поэтому Всегда нас и ставили В пример О том Что В том Что У нас Достаточно Приемственность В силу Каких-то Таких благоприятных Благоприятных Ауры В Одесском порту Что Нас это в меньшей степени Касалось Надеюсь И не будет касаться В дальнейшем Тогда Кого Это касается В большей степени Где эта Чахарда происходит Ну чтобы понимать Какие изменения Хочет Народный фронт На мой взгляд Видится Перспектива Консолидации С политическими силами В будущем Парламенте Ведь Арсений Петрович Уйдя От Юлии Владимировны С рядом Фигур Фигур Нашей политики Господином Турчиновым Алаковым Теперь Создал Совершенно Своё Такое Направление Политическое И при этом Он И не с президентом И не с Юлией Владимировной Он и не с Оппозицией Вот с этим С этой Ну формально Оппозиционным блоком Который декларирует Да Так с кем Народный фронт Народный фронт Со всеми теми Кто хочет договариваться Народный фронт Это сегодня Тот Кабинет министров Который взял на себя Ответственность В очень сложное Для страны время И ожидать Что за последние Несколько месяцев 6-8 месяцев В таких Глобальных Общегосударственных Инерционных Процессах Которые мы Наблюдаем Это и Урегулирование Военного конфликта Это и Хотя не совсем Задача Кабмина Но тем не менее Наведение порядка В экономике В социальной сфере Трудно было бы Ожидать Какого-то Позитивного сдвига За такой короткий Перевод Это невозможно Я считаю Что существующему Кабмину Неплохо было бы Дать возможность Доработать И показать результат Достаточно Там людей Образованных Ориентированных На западные Положительные Опыты Подчеркну Потому что Есть как положительные Наверняка Так и отрицательные Знание языков Стремление сделать лучше То есть На мой взгляд С людей Чтобы спросить Необходимо Дать им время Поработать Вы знаете Михаил У меня такое Ощущение Сложилось В нашей беседе Что у вас Якобы Есть что-то Очень важное Что вы хотели Сказать Как кандидат Но у нас Беседа По моему видению Так как я ее видел Она немножко Ушла от того Что бы вы хотели Пожалуйста Скажите сейчас То что вы считаете Важным Вашей избирательной Компании Нет Вы знаете Я готов продолжать В той манере В которой вы предложили Вопрос-ответ Важным Основное я сказал Хорошо Предложение По морской отрасли Я уже не раз Объявлял И в эфирах И в этом эфире В том числе То что мы предлагаем И даже сейчас Поэтому давайте продолжаем Хорошо Тогда Возвращаемся К началу нашего разговора О том что люди Перестают верить Тому что говорят Политики Вы Политик Ну Сколько скоро Вы идете В законодательную Нашу власть То Политические силы Политик Как вы Видите общение С избирателями Вот сейчас В студии Не знаю Вы встречаетесь В реальной жизни И Что вы лично Делаете Для того чтобы Люди вам верили Исходя из того Что вы считаете Что не верят Политикам Потому что они Ну занимаются Популизмом Декларативностью Да Я правильно Я вас понял Итак Как вы Что вы несете людям Чтобы они вам верили Я просто спрашиваю Это как Ну может быть Потенциально Вы потенциально Ваш избиратель Почему нет Я хочу в это поверить И поверят зрители А вы в каком районе Живете В Суворовском Значит вы не можете А вы Мажер Тальчик Да По Малиновскому району Но тем не менее Да У вас есть зрители Я не могу Огульно говорить Обо всех Кандидатах Просто Констатирую факт Что большинство Заявлений Это пустые Декларации Ну конечно же Не все В своем Общении с людьми Ничего Особенного Я никогда не делал Никаких приемов Я не применяю Я говорю Искренне То что считаю Нужным Во что верю Если Я не могу Что-то прогарантировать Пусть в ущерб Мнению о себе Я скажу Что извините Это не мой вопрос Если дойдет До него очередь Я разберусь Но в данный момент В нем ничего не понимаю А говорить Что я везде Наведу порядок Было бы наверное Ну не обоснованно И неправильно С этой точки зрения Говорить Быть честным Быть открытым Максимально Максимально быть открытым И верить в то Что ты делаешь Вот и все Секрет как бы простой Тогда прямой И простой вопрос Вы верите в то Что у вас есть шанс Пройти по вашему округу Конечно верю А какое соотношение сил Ну оно меняется Оно меняется В позитивную сторону Верю однозначно По вашему Конкретно району Если не говорить О порте Ну порт Портом Но тем не менее Есть же дела И поважнее Для тех Кто с этим порту Не имеет ни в средственного отношения Для людей С чем вы идете В Верховную Раду Для них И что вы им Ну наверное обещаете Ну депутат не может Ничего обещать Не обещать вообще Какой бы честный Он ни был Он честно должен Что-то обещать Что он сделает Иначе Если ничего Не обещает Ничего не сделать Хочу туда идти И так Ну смотрите В Верховном Совете Более 400 людей Потенциально Если каждый из них Будет нести С собой Какое-то конкретное Предложение В его отдельно Выбранной Сфере Что бы это ни было Чего бы это ни касалось Главное Чтобы оно сработало И было действием На мой взгляд Результат будет колоссальный Если на самом деле Кто-то с чем-то придет Пусть с небольшим На самом деле То о чем говорю я Это достаточно большой В Украине Сектор экономики Да Портовое хозяйство Это достаточно Большое количество людей Это Ну наверное Более сотни Сотни тысяч людей Только в Одессе То есть В масштабах Украины Это большое количество Работников Это их семьи Это их Все что Все что к этому Можно отнести Это благосостояние людей Поэтому если Те все предложения Которые у меня есть В итоге Смоделируя ситуацию Они Воплотились в жизнь На мой взгляд Даже в масштабах страны Учитывая что в стране До негативных Последних событий Трагических Было 18 портов Все таки Это принесло бы Ощутимый результат Экономики в целом Ведь с портовой отраслью Связано громадное количество Сопутствующих видов бизнеса Как в городе Это и рынки Различные рынки И Малиновский рынок И седьмой километр Это все те товары Которые переваливаются В Одесском порту В том числе Большая часть В Одесском порту Если мы говорим О контейнерах Это те таможенные процедуры В упрощении которых Мы пытаемся Работать Уже не первый год И ряд других вопросов Которые мы поднимаем регулярно Ну и последний момент Ваш политический приоритет Ваше предпочтение Вы определились Когда дошли в Верховную Раду Что выйдете от фронта ЗМИН А почему? В другие партии Просто не было шансов Или как случилось Что от фронта ЗМИН идете Мажоритарчик Решение никогда не бывает Никакое решение Никогда не бывает Почему-то одному По какому-то одному критерию Несколько факторов есть Факторов несколько Один из основных Это наличие тех людей Которые я вижу Сегодня работают С Арсением Петровичем И Я бы хотел бы В чем-то походить На некоторых из этих людей И в том числе И по образованию В том числе Ведь всю жизнь Век живи Век учись В том числе И по смелости Принятия решений Не бояться этого делать Ведь одна из основных Также проблем В частности Нашей отрасли Как и любой другой Опять же Проистекая из того Эта проблема Проистекает из того Что люди находятся На местах Как правило Недолго Особенно первые руководители Это боязнь Принимать решения Потому что он знает Что зачем ему Это принимать Какое-то серьезное решение Подписывать серьезную бумагу Давать какое-то Разрешение на что-то Если завтра Он может за это ответить А естественно Только придя И не разбираясь В предмете Ведь вся опасность Как бы из-за того Что человек не всегда владеет Не всегда компетентен Поэтому боязнь Принимать решения Так вот У этой политической силы Конкретно И у конкретно Ее лидера Я вижу отсутствие Этих негативных качеств И мне это очень импонирует И есть ли У Арсения Петровича На ваш взгляд Исходя из той Политической конъюнктуры Которая уже сложилась Шанс Вновь стать Премьер-министром В новом правительстве Вы знаете Как говорил Черчилль Политика Это Искусство Сделать прогноз А потом объяснить Почему этого не произошло Я не являюсь политиком Я назвал бы себя Потенциальным политиком Может быть Пока Я никогда до того Политикой До сих пор Политикой не занимался На мой личный Субъективный взгляд Конечно же есть Тем более что Перефраз этой цитаты Звучит короче В укороченном варианте Политика Это искусство Возможного Поэтому возможно Что вы станете Депутатом Верховного Совета Возможно Что Арсений Петрович Станет вновь примером Возможно Что все Пойдет так Как планирует Народный фронт А возможно Что и нет Все будет по-другому Но при любом раскладе Я уверен И это невозможно Это точно В нашей стране Все будет хорошо Спасибо за участие в программе Согласен Спасибо вас Спасибо всем телезрителям Что были с нами В этот вечер Напомню В 8 нашей студии Был кандидат Народные депутаты От политической партии Фронтсмин Михаил Соколов До свидания